Здравствуйте! Вы смотрите новости НТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И обо всем подробнее. С начала зимнего сезона с улиц Петропавловска коммунальные службы вывезли 178 тысяч кубов снега. Очисткой дорог в областном центре занимаются 6 дорожных предприятий. Это 75 единиц техники. Кристина Горбаченко расскажет, на каких улицах в ближайшее время можно будет увидеть спецтехнику и людей с лопатами. Улица Макжана Жумабаева частично перекрыта. Коммунальщики убирают снег. В работе задействованы сотрудники коммунхоза. Их часто можно встретить в городе. Вот они в оранжевых жилетах. И 13 единиц техники – погрузчики КАМАЗы Грейдеры. Все машины из автопарка ТО Су-808. Это генподрядчик. Он отвечает за очистку от снега Петропавловских улиц. По словам руководства предприятия, техники и специалистов у них хватает. Проблема лишь в одном. Часто в работе мешают автомобилисты. Есть такая проблема, что, особенно когда в дневное время вывозим, оставляют машины, бросают. Ну, взаимодействуем с работниками госавтоинспекции. В принципе, рабочие вопросы решаются. Су-808 работает днем. Остальные пять дорожных компаний, чтобы не мешать движению автотранспортом, выходят ночью. В этом году чистят дороги и тротуары 75 единиц спецтехники. За городом оборудованы три снежные свалки. С октября прошлого года коммунальщики вывезли туда из Петропавловска 178 тысяч кубов снега. Это примерно 12 тысяч машин. В отделе ЖКХ уверяют, уборка идет не только на центральных улицах. За субботу-воскресенье убрали улицу Потанино. Это как бы уже подгорная часть города. Сегодня ночью будем планируем продолжить вывоз снега с улицы Батрабаяна и с улицы Коминтерна. Сейчас уже на окраинах тоже работа ведется. Работаем. По словам специалистов Горакимата, в Петропавловске всегда подсыпают противогололедной смесью тротуары и остановочные карманы. Однако сегодня ни песка, ни соли на пешеходных дорожках мы не увидели. К работе коммунальщиков у многих горожан есть претензии. Очень раскатанные подходы к остановке. Это повышается травматизм. Хотя бы, чтобы подсыпали песком или соляной смесью. Очень скользко, убирается прям ужасно. Всюду вот куча. Видите же вот сами, что творится здесь. Около школы, мне кажется, прям обязаны убирать в первую очередь, так как дети же идут утром, еще темно, скользко. Идешь куда-нибудь по городу, а надо переходить, а там-то гроб огромный. И попробуй-то впереди. Упадешь и все. Там, где живу, не вижу, но там дороги чищены. Тротуаров, конечно, мало. А вообще чисто в городе приятно. Отмечу, по информации североказахстанских синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается обильные снегопады. По прогнозам, в этом месяце они превысят норму. Кристина Горбаченко, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. С 1 января приступила к работе местная полицейская служба. Теперь за общественным порядком и за ситуацией на дорогах области следят около 1600 сотрудников. Все подробности расскажет Гульнара Калиф. За общественным порядком на центральной площади сотрудники местной полицейской службы следят круглые сутки. Каждый час сержант Николай Малыш докладывает об обстановке в Центр оперативного управления. Всего по Петропавловску 6 таких постов. Теперь все они подчиняются местной полиции. Модули оснащены компьютерами. На них поступает информация с 16 центральных камер, установленных на основных перекрестках Петропавловска. На особом контроле хулиганы и люди, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В случае обнаружения каких-то нарушений мы передаем по радиостанции Центру оперативного управления о необходимости направления автопатруля по территориальности. За последние дни достаточно тихо, потому что, я думаю, из-за того, что на улице холода, народ особо не гуляет. Ближайшие случаи были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина находился, что-то на детской площадке делал. Мы его отправили через автопатруль на медицинский отрезвитель. Также установили через базу данных о наличии судимости, розыска. К исполнению своих непосредственных обязанностей местная полицейская служба приступила с 1 января. Обеспечивать общественный порядок в регионе будут около 1600 сотрудников. Это подразделения дорожно-патрульной полиции, участковые инспекторы и по делам несовершеннолетних. Здесь уже будет более тесное взаимодействие с местными исполнительными органами в лице Акимата. Теперь, неся службу совместно с Акиматом, у нас уже будет, конечно, больше положительных моментов, которые будут отражены именно при несении службы. Теперь руководство местной полиции будет отчитываться о своей работе перед населением и маслехатом не режет двух раз в год. Такая подотчетность должна способствовать прозрачности работы этой службы, а также повышению к ней доверия со стороны граждан, считают стражи порядка. Местная полицейская служба действует в системе Министерства внутренних дел, занимается прежде всего теми же задачами, поставленных по охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и противодействию бытовой преступности. В итоге, мы думаем, это все, наверное, послужит для улучшения эффективности совместной работы именно по обеспечению порядка. При этом будет сохранено единство системы. Местная полицейская служба останется в структуре органов внутренних дел, а ее представители имеют единый правовой статус сотрудников правоохранительных органов. За полицейскими сохранятся материальное обеспечение, льготы и социально-правовые гарантии. Гульнара Калия, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. Североказахстанские полицейские подвели итоги 2015-го. Благодаря камерам наружного наблюдения за год в области выявлено свыше 14 тысяч правонарушений. 11 тысяч из них – несоблюдение правил дорожного движения. В Петропавловске установлены 74 видеокамеры, в районах на 10 больше. При этом данные о большинстве преступлений североказахстанцы сообщают по номеру 102. За прошлый год на пульт полицейских поступило около 163 тысяч вызовов. Удалось выявить более 280 преступлений. Далее у нас реклама. Сразу после мы продолжим рассказывать о самом важном и интересном. Оставайтесь с нами. В нашем медицинском центре не просто консультируют и лечат, а учат не болеть и выздоравливать. Безопасность, комфорт, индивидуальный подход каждому пациенту. Услуги семейного доктора, педиатра, терапевта, кардиолога, травматолога-ортопеда, мамолога, гинеколога, УЗИ и лабораторная диагностика. Наш адрес – улица Жумабаева, 109, 7 этаж, телефон 501-505. Каждый день мы вынуждены приостанавливать свою работу, какой бы она интересной или важной ни была, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но проекты особой важности нельзя остановить. Казградстрой. Особая работа, особый подход. Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Есть в скорой неотложной помощи такое понятие – золотые полчаса. В особых случаях 30 минут стоят пациентам жизни. А когда больной или пострадавший находится в отдаленном ауле, врачи неотложки могут к ним добраться только по воздуху. Служба санавиации существует в Северном Казахстане много лет. В ее распоряжении одно воздушное судно и несколько автомобилей. Как работают небесные врачи, знает Ксения Куценко. Ан-2 стоит в воздушной гавани. В холодное время года вылетов нет. Как говорят медики, не позволяют погодные условия. Чаще всего на вызовы к больным врачи санавиации могут добраться летом. Здесь все оборудовано для того, чтобы без проблем перевести больного, если материально-техническая база районных поликлиник не позволяет провести операцию на месте. В 2015 году на экстренные вызовы летали больше 25 раз. Медицинская помощь по линии санитарной авиации воздушным транспортом осуществляется только в отдаленные районы области. Такие, как Артауский район, Темирязевский, Жамбылский район, Шалакына, Теншинский район. Транспортируются одноворожденные, беременные. Оперативное лечение, если, допустим, специалист не владеет каким-то объемом операций, тогда вызывают областных специалистов. Как показывает практика, чаще всего вызывают анестезиологов и реаниматологов. Также по линии санавиации помощь оказывают акушер-гинекологи, хирурги, травматологи. Кстати, чтобы добраться в отдаленные населенные пункты, врачи используют не только воздушное судно, но и наземный транспорт. В парке автомобилей имеются два «Мерседеса», два «Хундая» и один реанимобиль марки «Фольксваген». Все реанимобили оснащены всем необходимым современным оборудованием, дыхательной аппаратурой, дефибрилляторами, наркозными аппаратами. В 2015-м специалисты санавиации оказали североказахстанцам около 650 услуг. На этот вид медицины в прошлом году было выделено 45 миллионов тенге, 10 из них из республиканского бюджета. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. «Алмак Мавит Магафон» – это название одних из самых популярных аппаратов Елатомского приборного завода. С 11 января в Петропавловске вновь работает выставка продажа известного российского производителя. Здесь представлен большой выбор товаров для лечения в домашних условиях. Все подробности в нашем сюжете. Выставка продажа аппаратов Елатомского завода только начала свою работу, а у прилавка уже первые посетители. Чаще других в зимнее время североказахстанцев интересует вот этот прибор – «Унилор-01». Он настоящая панацея от простуд. «Вот такой вот блок питания. К этому блоку подключается уже то, что вы хотите. То есть, если вам нужна насадочка для пробивания лобных пазух, гаймеров или миндалинок, вы подключаете вот эту насадочку. В этом аппарате еще входит облучатель. Здесь идет излучение магнитом и красным светом». «Теплон», «Мавит», «Магафон». У каждого аппарата свое предназначение. Схожи они в одном. Удобны и просты в использовании. О том, как каждый применять и для чего, на выставке подробно расскажет менеджер компании. «Алмак-1» – это аппарат магнитотерапевтический. Это аппарат предназначен для лечения заболеваний сердечно-судистой системы, гипертония, вегетосудистая дистония, профилактика инсульта, заболеваний желудочно-кишечного тракта, легких, венозная система, варикозы, тромбофлебиты. Подобные выставки аппаратов Хилатомского приборного завода в Петропавловске проходят каждый месяц. Североказахстанцы о пользе применения приборов хорошо знают, поэтому и разбирают быстро. Бывает, за несколько дней продают более 40 аппаратов. «В городе есть женщина, у которой было заболевание коленок-суставов. И лечение, я с ее слов поняла, очень плохо шло. И врач в третьей городской больнице посоветовал ей приобрести алмак. Но это было лет 10 назад. Эта женщина приобрела его, и она, говорит, в течение года пользовалась этим аппаратом. В итоге, как результат, она ходит без палочки, соответственно, уже вполне самостоятельный человек на ногах поднимается спокойненько по лестнице». В Петропавловске выставка продажи аппаратов Хилатомского приборного завода будет работать до 15 января. Ознакомиться с продукцией компании можно в аптеке «Сердечная» по адресу улица Конституции Казахстана, 2. Ирина Панфилова, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Развиваем креативное мышление. С помощью новой методики обсуждения по кругу, североказахстанская молодежь и атташе посольства Литовской республики в Казахстане Адам Аздавалга говорили о роли единства всех граждан в развитии страны. Подробности далее. Стулья стоят по кругу, все ждут объяснения правил сегодняшнего тренинга. А они простые, говорит гость города Атташе посольства Литовской республики в нашей стране Адам Аздавалга. Круговая методика известна во всем мире и полюбилась многим за свою простоту и эффективность. Мы внимательно слушаем друг друга, не перебываем, не критикуем, дополняем, даже не дискутируем между собой, просто дополняем в общий центр круга. И так мы находим решения на любые вопросы. Суть в единстве и единстве над всеми различиями. Тема игры «Единая молодежь» сегодня – светлое будущее страны завтра. Главное, хотели прийти к общему мнению. Высказать свою точку зрения ребята не стесняются. В зале собралась самая активная молодежь региона. Именно они были инициатором этой встречи. Молодежь может посмотреть на различные ситуации. С другой стороны, может быть, с опыта международного наблюдателя, что происходит в нашей стране, как они видят это. И я думаю, это очень полезно. Такая методика хорошо развивает креативное мышление, рассказывает Адам Аздавалга. В некоторых странах так сдают экзамены. Литовский Атташе надеется, этот опыт пригодится ребятам в дальнейшем для эффективной реализации молодежных инициатив. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Перенимая опыт зарубежных коллег. В декабре прошлого года специалисты Центра повышения квалификации Орлео побывали на стажировке в Австрии и Великобритании. Они обучались в лучших вузах этих стран. Насколько полезными будут эти знания для североказахстанских педагогов, смотрите прямо сейчас. Сингапур, Южная Корея, Франция. Каждый год на карте становится все больше стран, в которых побывали педагоги Центра Орлео. Заграничные командировки для них дело привычное. Недавно стажировку в Великобритании прошла и Мархаба Куантаева. Во всем мире этот университет славится своими традициями в образовании, а еще уникальными исследованиями в области медицины и инженерии. Мархаба Куантаева узнала секреты развития лидерских навыков. Сегодня она делится ими со своими коллегами. Интересно было практически все, потому что это другая страна, другой уровень жизни и совсем другой подход к организации деятельности системы образования в целом. К примеру, особое внимание в Великобритании уделяют начальному образованию. Граница обучения малышей значительно шире, рассказывает педагог. Что входит в обязанности директоров, какие виды школ существуют, особенности их работы. Обо всем этом сегодня узнают наши преподаватели. Актуально, необходимо, и я думаю, что это будет очень полезно для расширения, не просто для расширения кругозора, это действительно имеет практическую необходимость. В декабре еще один специалист института проходил стажировку за рубежом. Это старший преподаватель кафедры Ольга Медведева. Она обучалась в Венской палате предпринимателей. За несколько лет педагоги Орле узнали о системе образования более чем 10 стран мира. Большой вечер татарской песни прошел в Петропавловске. В нем участвовали местные творческие коллективы, а также музыканты из Татарстана и Башкортостана. На четырехчасовом концерте побывала Ольга Загоруйко. Январь – время праздничных застолий и шоу-программ. В Петропавловске традиционно в начале года проходит вечер татарской песни. Изюминка сегодняшнего проекта, что на одной сцене я пригласил две республики. Республика Башкортостан, город Уфа, и республика Татарстан, город Казань, которые сегодня покажут свое искусство, свои песни, свои игры на баяне, на тальянках. В общем, насыщенная программа сегодня. Также сегодня участвуют творческие коллективы нашего города. На сцене гости из Башкортостана. Братья Алмаз и Айдар Юнусовы – талантливые музыканты, авторы и исполнители популярных песен. Выступают в Петропавловске уже второй раз. Тальянка досталась близнецам Юнусовым в наследство от дедушки. Говорят, у них на родине ни один праздник не обходится без этого музыкального инструмента. До этого мы научились играть на баянах, окончили училище искусств в Уфе, потом академию, и перешли плавно на тальянках, потому что это национальный наш инструмент, и звучание очень такое звонкое, колоритное, такое специфическое. Настоящим украшением вечера стали выступления Эльмира Гельфанова из Татарстана. Обладательница прекрасного голоса пела сольно, а также в дуэте с Рафилем Залялиевым. Артисты общались со зрителями, шутили и в благодарность за гостеприимство дарили подарки. Нам рассказывали, вот из Татарстана наши друзья сюда приезжали много раз, рассказывали, как здесь приятно выступать, какая здесь атмосфера, какой здесь народ. И вот нам хочется тоже на себя ощутить вот эти вот чувства, чтобы нас хорошо приняли. У нас репертура полностью татарские, татарские народные песни в современной обработке, народные песни, и будут еще. Артисты пели о любви к родной земле, отношениях, дружбе. Зрители им подпевали, а некоторые и вовсе не могли усидеть на месте. Перед сценой образовалась настоящая танцевальная площадка. Концерт длился около четырех часов. За это время зрители, говорят, не устали. Они готовы были еще слушать песни на родном языке. Истинное удовольствие получил от концерта. Спасибо огромное всем организаторам, исполнителям. Каждый год, вот именно в это время, наша татарская диаспора, татаро-башкирский центр организовывает во главе с Ильдаром вот такой замечательный концерт. Всем, кто принимает здесь участие, очень-очень благодарны. Мы просто празднуем в этот день, День культуры. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. И о спорте. В Петропавловске подвели итоги второго юношеского международного турнира имени Анатолия Ямпольского. Он завершился 10 января. Как сообщает пресс-служба областного управления физкультуры и спорта, североказахстанцы заняли 17 призовых мест. Лучше всех показали себя юноши возрастной категории 13-14 лет. Воспитанники местной спортивной школы Виталий Дель, Олег Ремигаева и Александр Шашков заняли с первого по третье места в соревнованиях на акробатической дорожке. Все это личное первенство. В командных прыжках наши ребята также смогли обойти соперников и разместились на первой строчке турнирной таблицы. Также на счету североказахстанцев одна золотая медаль в спортивной акробатике и еще одна за первоклассные прыжки на батуте. Продолжаем тему. Первые в этом году игры провели на своей ледовой арене хоккеисты Петропавловского кулагера. Два дня они выясняли с Руднинским горняком, кто же из них сильнее. Мой коллега Денис Севков расскажет, как сложилась игра для обеих команд. Это первая игра с кокунов на домашней арене в этом году. А значит, начинание 2016-й нужно с новых побед. Противостоит кулагеру Руднинский горняк. Поддержать любимую команду пришли болельщики. На трибунах, как всегда, аншлаг. Свободных мест нет. Обе команды на стартовом отрезке начали уверенно. Не уступали друг другу. Опасные моменты начали создавать с самого начала. Однако вратари были на готове. И вот под занавес первого периода хозяева открывают счет. После перерыва наши снова завладели инициативой. Не раз они пытались взять ворота горняка. Но соперник оказался проворней и сравнял счет. Исход игры решился в 3-20 минутки. Горняк поднажал. Хорошая атака принесла успех. Мюррей бессилен. И вот на табло уже 1-2 не в нашу пользу. Петропавловцам нужно срочно приходить в себя. Буквально через пару минут коллагеровцы уже догоняют оппонентов. А спустя еще 10 минут шайбу забрасывает Тони Вингрен. Горняк не может смириться со счетом 3-2. И последние минуты играют без вратаря. Однако наши хоккеисты выдержали финальный штурм команды из Рудного. И наказали их еще одной шайбой. Итог встречи 4-2. На второй день хозяева решили повторить успех. А забить гол нашим удалось в конце первого периода. Анатолий Васильев поражает ворота соперников. Этот отрезок игры прошел с минимальным преимуществом петропавловской команды. Сильно много играют в своей зоне. Надо больше играть в чужой зоне. Чужая зона – это должна быть наша стихия. Так что в нашей команде только вперед, вперед и вперед. Клагер, мне кажется, начали сильнее. А вот потом я смотрю, влашивает самую. Игра получается в нашей. Я рад, что наша команда выигрывает со счетом 1-0. Игра проходит на высоком уровне. Надеюсь, что наша команда победит. В начале второй 20-ти минутки хозяева увеличивают отрыв в счете. Игорь Валеев забрасывает победную шайбу. До конца второго и третьего периодов счет не изменился. Игра так и завершилась. 2-0 в нашу пользу. У них хорошая техничная команда. Мы на них настраивались с начала сезона. Они играют хорошо. Но нам просто надо было играть без ошибок. И как бы выполнять установку тренера, что мы и сделали. На послематчевой пресс-конференции главные тренеры делились впечатлениями от игры. Евгений Зиновьев, наставник «Горняка», прокомментировал игру своих подопечных. Мы ни в чем не уступили сопернику. Единственное, в реализации голевых моментов. У нас и вчера их было предостаточно, и сегодня было предостаточно. Но мы смогли переиграть хорошо игравшего вратаря соперника. А так, я говорю, игры очень понравились. Полная самоотдача, выполнение хорошего игрового задания. После двух домашних игр Кулагер поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы. У нашей команды 65 очков. В среду и четверг болельщиков снова ждут зрелищные игры. На ледовой арене Дворца спорта петропавловские хоккеисты встретятся с аутсайдером чемпионата столичным клубом «Астана». Денис Севков, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК. Второй тур чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги А прошел в Уральске. В нем участвовали петропавловские спортсменки из клуба «Куаныш». Из пяти проведенных игр в четырех наши девушки победили. По итогам второго тура в активе костанайских и алматинских команд по восемь побед. У петропавловских на одну меньше. «Куаныш» сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата. Отмечу, третий тур наша команда проведет дома со 2 по 7 февраля. Это были все новости к данному часу. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. Прогноз погоды на вторник, 12 января. Пасмурно-небольшой снег. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура ночью минус 6, минус 8. Днем минус 7, минус 9. Днем минус 7, минус 8, минус 8, минус 9.